Погода внесла свои коррективы в нашу жизнь. И те ямы, которые скрывались под толстым слоем снега, теперь не утает никак. Мы решили проехаться по нашему городу и выяснить, где самые проблемные участки. Ну что, поехали. Расторгуевская развязка. Ежедневно тысячи автомобилей, маршрутные такси и автобусы выезжают и въезжают в наш город. А вот сколько ям они сосчитают на своем пути? Едем медленно, смотрим внимательно. Дорога просто усыпана мелкими и не очень ямами. Но даже самый аккуратный водитель рано или поздно нырнет под лужу. Водителям приходится снижать скорость или обижать каждую лужу, так как неизвестно, что скрывается под гладью воды. Но не только водители, но и пешеходы страдают от ям на дорогах. По Березовой улице, на которой, кстати, не так все гладко, как хотелось бы, мы попадаем в новый микрорайон. В новостройки нашего города можно попасть и по другой дороге. Она ведет от Каширского шоссе. Ее часто выбирают водители. Не надо стоять в пробках в городе. Удобно, да. Но комфортно? Вряд ли. Да и куда может привезти эта главная дорога? Препятствия за препятствием приходится преодолевать водителям, выбравшим этот путь. Количество ям на квадратный метр порой даже не подается счету. А вот пешеходы на этой дороге лишние. Для них места нет. Водители маршрутных транспортных средств также обеспокоены ситуацией на дороге. Самосвалы ездят вон. Смесители, поэтому, бывает, да. Сложно, когда утром, час пик, людей возят, и некоторые стоящие, они куда-нибудь могут головой удариться. Едем и прямо останавливаемся из-за того, что там невозможно проехать. А пассажиры аж бедные головой ударяются. Ремонт полотна дорожные службы ведут. Но эти меры временные. Бетон смешивается, то есть специальная смесь, которую необходимо заделать в ямочный ремонт, потому что вся дорога, вся яма. До весны доживет? До весны, да. Екатерина Чернышева, Павел Игнатьев, Видное ТВ. В нашей студии Вера Маркина, начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района. Вера Сергеевна, но вы видели сюжет, видели сколько ям. Какова обстановка в целом в Ленинском районе и в городе Видное? В целом ситуация у нас удовлетворительное положение дел. Вы сами видите, что этот год у нас начался обильными снегопадами, резкими перепадами температур от плюсовых до минусовых. Только за последние сутки три раза температура у нас пересекала нулевую отметку, что, естественно, сразу сказывается на качестве дорожного полотна. И, безусловно, мы проводим мероприятие по ямочному ремонту. Был выявлен перечень первоочередных дорог, где необходим ямочный ремонт в части безопасности дорожного движения. Какие именно дороги? В первую очередь, это, конечно, подъезд к нашему туннелю в сторону Расторгуевской части, в районе улицы Старо-Нагорная. Потому что ямы образовались достаточно глубокие, то есть уже превышающие нормативы. И, естественно, сегодня уже работы по ямочному ремонту у нас начаты. В том числе это и улица Березовая, это и поселок Развилка будет сейчас ямочный ремонт. То есть у нас и на территории поселений, потому что мы в целом по Ленинскому району совершили объезд специалистов, выявили самые основные сейчас болевые точки. Вот этот результат ремонта будет все-таки временным. Да, конечно, этот ремонт носит временный характер, потому что, конечно, основные дорожные работы у нас запланированы уже на весну, то есть когда будут благоприятные погодные условия, когда мы можем уже приступить к нормальному ремонту дорог. Когда сойдет снег, сейчас все-таки февраль снег, есть и снега много. Он на дорогах, он в дворах. Что делают с этим? Как работают ваши службы? В эти выходные было проведено совместное мероприятие по уборке снега, где были привлечены силы не только наших организаций, в том числе и управляющей компании, и подрядных организаций, но мы привлекали и застройщиков к оказанию помощи по вывозу снега. И все выходные, и субботу, и воскресенье мы расчищали наши дороги, в том числе и внутриквартальные проезды совместно с управляющей компанией, и вывозили снег, потому что его действительно очень много. Ну а так жители, я думаю, видят, что техника у нас работает в круглосуточном режиме на территории всего Ленинского муниципального района, не только города Видное, и мы вывозим снег постоянно. В основном, конечно, вывоз снега мы осуществляем в ночное время с крупных дорог. Это как проспект Ленинского комсомола, улица Советская, улица Школьная, и по возможности, конечно, на внутриквартальных проездах. Единственная только, возникает, естественно, сложность, это припаркованный транспорт внутри внутриквартальных проездов. От него не избавиться. Да, по возможности стараемся, взаимодействуем со старшими по домам, чтобы они тоже просили жильцов на какое-то время хотя бы освободить территорию для расчистки, потому что это, во-первых, и намного быстрее можно проводить и эффективнее. Учитывайте заявки жителей, если они вам звонят или обращаются? Да, конечно. Конечно, мы выезжаем на места, мы отрабатываем эти списки. Более того, у нас сотрудники закреплены за территориями, которые также отслеживают положение дел, где наиболее критичные места у нас. Бывают или образование наледи, или, наоборот, большое скопление снега. И, конечно, мы по возможности стараемся оперативно реагировать на просьбы жителей. Большое спасибо, что вы прокомментировали о ситуации на наших дорогах. Я напомню, в нашей студии была Вера Маркина, начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района. Мы говорили о ситуации с дорогами в городе Видное.